Я благодарю представителя Республики Корея за выступление и даю слово представителю Армении. Господин председатель, хочу поздравить Японию с вступлением в Совет Безопасности с председательством в январе. Признательны за присутствие министра иностранных дел Японии. Благодарим генерального секретаря, председателя международного суда и профессора Аканде, Оксфордский университет за важные выступления в ходе сегодняшних премий. Мы осмысляем вызовы поддержки верховенства права в поддержании международного мира и безопасности и одновременно понимаем, что поддержка верховенства права крайне важна для реализации прав на истину, правосудие и гарантии невозобновления нарушений. Также мы понимаем, что очень часто отсутствие ответственности ведет к новым нарушениям. Как основной судебный орган ООН, Международный суд, играет основную роль в содействии правосудию, подотчетности, поддержке веры в верховенство права между нациями. Укрепление выполнения норм принципов международного права требует согласованных усилий для того, чтобы грубые нарушения не оставались без наказания. Армения привержена усилиям по эффективной борьбе с безнаказанностью. Недавно начала процесс ратификации Римского статута Международного уголовного суда. Также Армения поддерживает разработку принятия универсально принимаемого договора по предупреждению наказания за преступление по человечеству. Приветствуем прогресс, достигнутый в этом плане в юридическом комитете Генеральной ассамблеи. Господин председатель из разу в раз. Армения предупреждала международное сообщество о ситуациях грубых нарушений международного права в нашем регионе земли. Неоднократно обращали внимание Совета на то, что Азербайджан занимается незаконной практикой приобретения территории силой. Сообщали об актах агрессии, согласно статье 51 Устава ООН. Последовательно предупреждали членов Совета, что вдохновляясь результатами применения силы в прошлом, Азербайджан пытается сейчас легализировать нарушения агрессии, вводя односторонние решения, реализуя политику этнических чисток в Нагорном Карабахе. Недавний такой пример, это продолжаясь блокадой Лачинского коридора, единственный маршрут в Нагорной Карабахе из него в грубом нарушении существующих обязательств по трехстороннему заявлению 9 ноября 2020 года в нарушении международного гуманитарного права. Среди многих нарушений норм международного права блокады Лачинского коридора вызов решению международного суда, именно предварительные меры воздерживаться от любых действий, которые могут усуглубить или продлить спор в этом суде или сделать более сложным его урегулирование. 20 декабря 2022 года Совет Безопасности провел чрезвычайное заседание для рассмотрения гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Признательны за публично заявленные мнения государств-членов восстановить свободное и безопасное движение по Лачинскому коридору, соблюдать ранее достигнутые договоренности, урегулировать споры мирным путем. Ясно, что неспособность принять единодушный итог после чрезвычайного заседания Совета привело к тому, что постоянный нарушитель всех норм международного права человечности только похвалялся этим, я цитирую, дипломатическим успехи Азербайджана о новогоднем подарке президента Азербайджана и его народу, конец цитаты. Разве это не фронт коллективной совести этого органа, который отвечает за поддержание международного мира и безопасности? На протяжении 30 дней беспрепятственный поток товаров и людей наталкивается на препятствия. Дети разлучаются с родителями. Кроме того, вводятся специальные продуктовые карточки для того, чтобы оказать поддержку населению, численно которого составляют 120 тысяч человек. Не взирая на ложные или искаженные представления, которыми руководствуется руководство Азербайджана, тот факт, что одна сторона всячески распространяет ненавистнические высказывания, Кроме того, официальные представители правительства разжигают ненависть в отношении армян, о чем свидетельствуют выводы комитета ООН по искренней расы и дискриминации. Все это вызывает беспокойность. Кроме того, одна сторона вознаграждала преступника, который разжигал ненависть. Кроме того, был открыт парк, который разжигал ненависть, где были выставлены объекты, которые носили под собой российскую подоплеку. Кроме того, одна сторона всячески восхваляет вопиющие военные преступления. Кроме того, имеют место данные, которые все чаще свидетельствуют о зверствах, которые осуществлялись в том числе в отношении женщин. Армения верит в организацию объединенных наций. Мы верим в принципы и цели, которые прописаны в уставе. Мы также считаем незыблемым основывающий принцип регулирования конфликта, который претеряет нужное право. Мы верим в независимость и целостность Международного Суда и Международного Уголовного Суда. Мы хотели бы уверовать в то, что Совет Безопасности выполнит свой мандат. И что Совет Безопасности сможет преодолеть идеологические разногласия и концептуальные различия на благо правосудия, веровенства права, прав человека, а также на благо мира, безопасности и свободы. Для того, чтобы воспрепятствовать неминуемые гуманитарные катастрофы, организация объединенных наций должна принять своевременные решительные меры для того, чтобы воспрепятствовать тому, чтобы жестокая диктатура резала на практике свои планы по удушению и этнической чистке в отношении армянского народа, который проживает в Нагорном Карабахе. Основная цель которого заключается в том, чтобы жить в достоинстве и в свободе от иностранного доминирования. Я благодарю вас, слово предоставляется.